Зрители необходимо сказать дидактическую формулу, хотя я думаю, что и всем все так понятно, но, тем не менее, надо сказать, что вот эта выставка в традициях Новой Академии фактически плод всеобщей дружбы, и дружба позволяет нам делать чудеса, как известно, то есть все происходит само собой, то есть выставка делалась чуть меньше, чем за месяц, да, Ольга? Вот, благодаря усилиям Новой Академии Д-137, группе кино, всем возможным соратникам, друзьям, поклонникам и так далее, то есть здесь все пронизано образом Георгия. Георгий вообще такой человек транс, транснациональный, трансисторический, трансгендерный. Если бы была возможность, были бы у нас побольше возможности. Наверняка надо было бы выставить, конечно же, и ему прототипы общества. Гурьяновы, образы такие, как Аполлон Бербедерский, Антиной, возможно, Шишкина на севере в Диком. Он, может быть, не влезли бы, конечно, укоротитель коней с одничького моста, но я думаю, что тоже можно было бы выставить какую-то версию небольшую. Вот, и Георгий, как человек, который занимался собой, конечно же, был необычайно притягателен для остальных, поскольку для людей этой эпохи внутреннее и внешнее потерял вот это противоречие, которое было раньше. То есть люди стали также активно заниматься своим образом, образом своих друзей, образом всего окружающего мира, то, на что раньше они в силу различных идеологических препон существовавших в стране не могли претендовать. И вот, насколько возможно, в Академии разместилась вот эта выставка, которая будет продолжаться два месяца, так что вы можете приглашать сюда. Грузей выпущен очень усилий небольшой каталог, и надо сказать, что это вообще первое издание, посвященное Георгию. При мне несколько раз с ним обсуждалось выпуск каких-то роскошных альбомов, но он не шел на это в силу самых различных объективных причин. И вот это скромное издание, оно первое издание, посвященное Георгию, творчеству, его образу. Так что, если кто-то еще что-то хочет сказать, здесь была Екатерина Юрьевна Андреева, выдающий специалист творчества Георгия Константиновича. Екатерина Юрьевна, может, слышите? Екатерина Юрьевна, может, слышите? Екатерина Юрьевна. Ну, не мог вать на выступе, которую делал Андрей. Это делали все, как я сказал. Ольга. Ну, я чрезвычайно рада здесь быть, потому что я думаю, что это только начало, и такой бой, как Георгий, будет, скажем, десятилитием, не побоюсь этого слова, с каждым столитием, становиться все более и более драгоценным в нашей истории. И я совершенно счастлива, что с скромным усилием друзей положили начало этому процессу. Ура! И вот сегодня будет рождение, и, по-моему, прекрасное начало для того, чтобы мы все собрались через год на выставке, которая была бы лучше, роскошной. Очень правильно, что это посвящено ему подарку. Может, погода еще найдется, и нужно будет издание расширить. Да. В процессе создания выставки произведения стали появляться сами собой, каким-то образом. На ходу делалась тут же их интерпретация, потому что многие даже иногда не могут определить свои собственные произведения. В 80-е годы было распространено коллективное творчество. Ну и всех поздравляем с наступлением весны. Георгий принадлежит к числу, к сону наших таких весенних юных богов, противостоящим вот этим хтоническим бородатым чудовищем, которые украшают наши школьные помещения. И вот такие люди, как Пушкин, Цой, Хармс, Юрьянов, Тимур Новиков. Тимур Новиков. Это вот такие вот божества нашего пентеона, которые сейчас являются ангелами, хранителями нашего города, нашего искусства. Это люди, которые продемонстрировали необычайное достоинство в условиях развергнувшегося хаоса. И вот это их непреклонность, и вот тело скалы Георгия, как сказал, да. Ясность вне своя. Да. Строгость и красота. Да. Это вот то, что остается вектором нашего искусства. И я согласен с Катериной Юлиной, что это будет еще всячески развиваться во всех направлениях. с гостях. Ну вот хочу добавить, что мне кажется, что Костя, что Тимура, что Георгия всегда отличала именно то, что в них соединялась ясность мысли и способность мыслить эластически, понятно. Поэтому именно это я думаю сделать таким золотым запасом. Ну вот, собственно говоря, после вас что я могу сказать? Я хочу сказать, что я рада, что из какой-то такой идеи, которая мне пришла, когда я летела в самолете, я думаю, наверное, Ангел летел в Георгии рядом и сказал мне, что что-то в день рождения я хочу, чтобы вы меня вспомнили и попили моему виду, красную вина и шампанскую. Почему я вас всех призываю? Ну чего? Что если меня сама собираюсь сделать? Так что я очень рада, что я благодарна Ксении, Андрею и сестрам Георгия, которые помогли все это сделать себе. И также Олегу Котельникову, мастеру с позиции и развески. Так что с праздником всех! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СЕСТВАНИК АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИМ ВСТУПЛАДИСМЕНТЫ ВСТУПЛАДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok